Сфотографироваться, снять отпечатки пальцев, сдать экзамен по русскому языку, получить разрешение на работу. Все 14 видов госуслуг мигранты сегодня могут получить в одном месте, в многофункциональном центре на кабельной 13А. Принимают иностранцев в тестовом режиме уже неделю раньше. На прохождение всех необходимых процедур гастарбайтеры тратили вместо положенных по закону 7 дней несколько недель. Потому как за справкой приходилось ехать в поликлинику, а визу получать в паспортном столе. Дни проходят, пока ты туда проехал, дискомфорт в том, что ты в срок можешь не уложиться, и уже становишься, как говорится, один из претендентов незаконного пребивания. А здесь вот как раз приехал, и когда у него есть возможность, как говорится, все документации оформить в одном месте, это очень хорошо. Работает в многофункциональном центре и медперсонал. В штате 50 врачей, в том числе наркологи и психиатры. Работать, если потребуется, могут в три смены. Если у мигранта выявляется заболевание туберкулез, ВИЧ, он должен быть депортирован. Мы должны в определенной степени четко понимать и защитить наших россиян от тех заболеваний, которые могут передаваться. И это не есть хорошо, когда мы имеем за год более ста выявленных заболеваний социально значимых, которые были завезены на территорию Российской Федерации. До открытия миграционного центра приезжие из соседних республик, чтобы сэкономить время, нередко обращались за помощью к посредникам. Мы получили с вами огромную коррупционную составляющую. Все эти разрешения в основе своей во многом выписывались на капотах автомашин за пределами зданий. Огромное количество непонятных посредников, которые путем коррупционной составляющей зарабатывали по полторы-два миллиона рублей в месяц. Я уверяю вас, ни один гражданин сегодня в Самарской области на капоте разрешение не получит. В июле такой же миграционный центр откроется в Тольятти. Районные паспортные столы будут работать только для россиян. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.